Всем привет! В этом видео поговорим о том, что западные СМИ заявили о скором раскулачивании стран Персидского залива. Британский журнал The Economist опубликовал статью о недовольстве странами Запада независимой политикой ближневосточных монархий, которые наживаются на текущем энергетическом кризисе. Британские журналисты предупреждают, что период сверхвысоких доходов от экспорта нефти для персидских монархий может вскоре окончиться. Англосаксы разрабатывают планы по раскулачиванию этих стран. По информации The Economist, страны Ближнего Востока благодаря российской военной агрессии на Украине сумели заработать 3,5 трлн долларов. Британские журналисты считают, что это чрезмерный доход, который был получен необоснованно, а потому указанными доходами необходимо поделиться с западным миром. Сообщается, что страны Большой Семерки во главе США и Великобритании намерены использовать ценовой потолок не только против России, но и против стран Персидского залива. На России этот потолок предлагается опробировать, отточить шероховатости и запустить в работу в отношении других стран ОПЕК. Западное государство планирует вернуть контроль над нефтяным рынком за счет санкционных механизмов. Единственное, что пока останавливает от реализации этих планов, это независимая позиция Китая и Индии. На руководство указанных стран в ближайшие месяцы будет оказано существенное давление для их присоединения к ценовым ограничениям на нефть, вплоть до угрозы полного закрытия потребительских западных рынков для китайских и индийских товаров, а также отказа от передачи китайским и индийским компаниям необходимых прав на использование западных технологий при создании высокотехнологичной продукции. Конечной целью Запада является лишение Китая и Индии конкурентных преимуществ от покупки ресурсов по сниженным ценам и получения таких же преимуществ компаниями из стран Большой Семерки. Для этого Запад планирует обязать всех поставщиков нефти продавать топливо по ценам, которые будут озвучиваться странами Большой Семерки. При этом для разных стран предельная цена покупки нефти будет разной. К примеру, российскую и иранскую нефть страны Запада захотят покупать по 40 долларов, иракскую по 50, ближневосточную по 60, а американскую по 100 долларов. Естественно, что это лишь хотелки западных политиков, которые пока выглядят оторванными от реальности. На данный момент нет никаких предпосылок к тому, что указанные идеи удастся претворить в жизнь.